Всем добрый день, меня зовут Виктория Коваль, меня уже представили. Чуть-чуть представлюсь и потом перейду к знакомству с вами. Ну, сейчас я занимаю позицию ведущего софт-скиллового тренера EPUM Systems. Есть у нас тут люди из EPUM Львовского? Есть. Очень приятно, здравствуйте. И если говорить о моем опыте, который может быть нам полезен. Долгое время я работала в тренинговых компаниях тренером. Тот опыт, который касается команды образования и управленческого опыта, я работала генеральным директором производственной компании в городе Киеве и мой тренерский опыт с 1998 года. Хочу теперь познакомиться немножко с вами. У нас сегодня тренинг по командообразованию. Прошу поднять руки, у кого еще нет команды, но кто собирается стать лидером команды. Есть тут такие? Хорошо, спасибо. Тогда сразу же давайте целевую аудиторию определим, кто без команды и не собирается иметь команду. Это хорошо, не одной руки. Хорошо. У кого есть команда до 8 человек? Хорошо. Опустите, пожалуйста, руки, у кого опыт меньше года. Окей, спасибо. И поднимите, пожалуйста, руки, у кого команды больше 8 человек. Ага, тоже прилично. Хорошо. Итак, тогда я буду сейчас достаточно быстро говорить о некоторых крайне важных вещах в построении команды и вообще, что такое командный дух, чуть разберем и так далее. Мой план на самом деле состоит из вот таких вот трех шагов. Критерий наличия и отсутствия командного духа. Тут, надеюсь, на ваш опыт, поддержку, наш такой интерактив. Дальше. Чуть-чуть расскажу об этапе развития команд. Я думаю, что вы можете об этом точно прочитать в интернете, в книгах по командообразованию. Но то, о чем я буду рассказывать, вы вряд ли встретите это в книгах, потому что это можно пройти только сквозь опыт или путем наблюдения за другими командами, которые проходили эти этапы и теряли командный дух на некоторых из этапов. И, соответственно, вырабатывали какие-то действия, которые помогали им вернуться в точку равновесия внутри команд. Итак, вот такой вот план. Давайте начнем вот с чего. С моего первого вопроса. По каким критериям вы понимаете, что командный дух в команде есть? Кто готов? Пожалуйста. Какой-то стиль это какой? Единый. Спасибо. Да, общие цели, общие цели, идеи. Кто говорил общение? Общение, да? Какое общение? Ага. Вот если бы я не работала в IT-компании, я бы не поняла. Но действительно, общение должно быть. Да, абсолютно верно. Общение есть, уже хорошо. Еще, пожалуйста. Доверие. Какого рода доверие? Доверие. 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 Да, то есть, есть такое понятие, пустое, твердое. То есть, в людях есть в команде твердое, на что мы можем точно опереться. Да, и если человек сказал, он сделал, невозможно думать о том, что он нас подведет. Пожалуйста. В чем она проявляется? Вот. Вот это вот уже больше о команде. Когда мы, вообще что такое команда? Это коллектив, который создает результат выше, чем просто группа рабочая, которая у нас есть. Да, пожалуйста. Вас зацепило. Хорошо, то есть, вне работы. Да, то есть, еще какой-то интерес, который выходит за границы. Пожалуйста, кто руку поднимал? Да. Вовлеченность во что? Да, очень важно. Результат. Да, потому что можно вовлекаться, ну вот, в жизни вне нашей работы. Но очень важно, чтобы мы априори, да, где бы мы ни были, мы помнили, какой результат мы хотим достичь. И каждый игрок играл во имя результата. Так, еще. Профессионализм однозначно. Мы, кстати говоря, абсолютно точно говорим о профессионализме. Мы все это понимаем, да, что командный дух включает в нашу ситуацию профессиональные все компетенции. Да, абсолютно верно. И тут очень большой вопрос. Если у вас есть лидер в команде, да, а вы тоже хотите быть лидером? А, говорят, ну извините, я как бы не очень точно заметила у кого, какие ответы были, да. Хорошо. Итак, более-менее... Да, пожалуйста. Да, абсолютно точно, когда кризис дает возможность команде найти скрытые ресурсы. Вот это, кстати говоря, мастерство. И чаще всего за это будет отвечать лидер команды, который вытащит это на поверхность. Хорошо. Да, вот эта сторона как-то не очень активна. Я думаю, что вы сможете ответить точно на следующий вопрос. Какие признаки говорят о том, что командного духа нет? Давайте с вас начнем. Пассивность. Да, можно говорить о зеркальном отображении того, что вы сказали, да. Но пассивность, когда у меня есть своя зона ответственности, да, противоположность взаимопомощи. Да, точно, да, это ваша проблема. Хорошо, пожалуйста. Да, вы, вы. Да, то есть я жертва. И очень часто политика внутри команды, да, результат не равен результату, а результат равен отсутствию результата, плюс хорошая история. Почему мы это не сделали? Да, часто так бывает. Хорошо, еще что. Когда командного духа нет, да, пожалуйста. Да, абсолютно верно. Еще. Когда цель, да, не имеет значения, да, и когда это очень явно демонстрируется. Еще пару последних ответов, да, пожалуйста. Да, такая некая формальность, которая возникает, на самом деле, которая влияет на мотивацию всей команды. Точку. По классике жанра, конкуренция, возможно, с внешними командами, но точно никак не внутри команды. И если еще лидер начинает мотивировать игроков команды внутренней конкуренции, то фактически мы можем говорить о том, что команда, ну, в какой-то мере, еще нужно понимать, да, какой уровень конкуренции влюсти, может распасться элементарно. И ваш ответ. То есть мы говорим о том, что если команда не команда, да, вот так как мы себе это представляем, да, то тогда у нас решение на уровне рабочей группы, то есть выполнение функциональных обязанностей. Нет чего-то, что отличает нас, делать сверхрезультат. Верно? Хорошо. Последний. А кто должен быть тренером вообще в команде? Ну, это вопрос. Лидер однозначно, да, хотя он может передавать свои полномочия, в том числе игрокам команды. И это отдельная тема, может быть, мы встретимся еще по поводу этой темы, как распределять роли в команде, потому что это очень такой интересный, важный момент. Хорошо. Итак, приступаем непосредственно к теме. Этапы развития команд. Может быть, кому-то из вас знакома эта схема, очень известна в теме командообразования. Автор Брюс Такман говорит о том, что когда команда создается, она проходит в проекте все эти этапы. Раньше их было четыре, через некоторое время еще один из авторов Джинсон добавила пятый этап завершения, мы чуть-чуть тоже о нем поговорим. На самом деле здесь есть критические точки, и если вы только начинаете или планируете работать с вашими командами, вам есть смысл знать об этих точках. Я достаточно часто выступаю на конференциях, не IT, правда, и у меня достаточно часто сокращают время выступления. Я сейчас так немножечко тороплюсь, хочу оставить еще время на ваши ответы и вопросы. И поэтому, прежде чем я готовлю выступление, я думаю, вот если мне скажут, Вика, у тебя одна минута, вот скажи только самое важное на эту тему, что бы ты сказала. И поэтому у меня сегодня есть такая фраза, в каждой науке есть база, на основании которого строятся последующие вещи, которые происходят. Вот база, она, конечно, может трансформироваться, у нас сейчас мир такой, мы двигаемся очень быстро, но вы должны знать базу. Базовые вещи помогут вам избежать стандартнейших ошибок, которые делают лидеры в построении команд. Поэтому сейчас мы говорим с вами о базе. Понятно, там будут нюансы впоследствии, когда вы столкнетесь в реальной жизни с этими этапами. Но зная базу, вы сможете избежать очень многих ошибок, которые возникают во всех, без исключения, командах, просто в разной форме. Вот такое мое сообщение. Поэтому приступим к базе. Итак, первый этап, который проходит команда. Формирующая стадия, знакомство. Но давайте, кто создавал команду, признаки этого этапа? Знакомство, эйфория, энтузиазм. Да, вот хочется презентовать себя, вот что я, ах, просто какой командный игрок и специалист. Еще варианты. Проактивность, конечно. Даже если я, по сути, не проактивный человек, но я буду себя презентовать с этой точки зрения. Итак, характеристики этапа. Я очень коротко, по три сообщения буквально на слайд сделала. И эту презентацию вы получите, это может быть для вас своеобразной шпаргалкой. Первое, что характеризует этот этап? Естественно, знакомство. Мы смотрим друг на друга, думаем, подойдем мы друг к другу или нет. И очень часто это эмоциональный срез. Вот даже сейчас я вышла, мы начали знакомиться, каждый из вас уже оценил для себя, стоит ли воспринимать то, что я говорю. Или кто-то из вас поставил на паузу, нравится, не нравится, что будет дальше. Кому-то однозначно идет. То есть это все реально человеческие вещи, эмоциональные, которые мы имеем в отношениях с каждым человеком, а уж в команде, с которой собираемся работать дальше, это важно. Постановка целей. Не очень сказали, но на самом деле этот этап этим и характеризуется. И обсуждение механизмов работы. Давайте чуть-чуть об этом. Механизмы работы, это что я имею в виду? Да, зона ответственности, обязанности, еще варианты, механизмы. Да, конечно. То есть вы еще не знаете, как кто будет реагировать на это, но какие-то организационные моменты вы обсуждаете. Задачи этапа. Это разные вещи, характеристики этапа и задачи этапа. То есть это то, что вы обязательно должны сделать на этом этапе. Первое. Познакомить членов команды друг с другом. Ну, вот тут был мой комментарий по поводу общения. В нашей области IT очень часто работают люди-интроверты. Верно? Люди, которым не очень хочется общаться. Есть люди, которые такими остаются достаточно долгое время и не собираются меняться. Есть такие у вас люди знакомые? Я понимаю, что здесь таких нет, скорее всего. Но в принципе они есть. Поэтому, может быть, человек сам не будет инициатором знакомства. Но если вы лидер этой команды, вы однозначно должны это сделать. Вы должны раззнакомить людей друг с другом. Понятно? Да? Хорошо. Дальше. Сформировать четкое видение конечного результата. Об этом можно целый 8-часовой тренинг провести и проверить заодно, как вы ставите цели вашим командам. Если у лидера нет четкого видения цели, и если лидер плохо доносит цель, и если лидер не убеждается, что игроки команды хорошо понимают цель, то беда вас настигнет вот уже на следующих шагах. Поэтому в виде не конечного результата нарисовать, прописать, проговорить, спросить, как понял, все эти вещи имеют значение. Прояснить задачи, процедуры распределения ответственности и ролей. Вот я спросила механизмы, да, вот то, о чем вы сказали, это здесь есть. С этим слайдом понятно? Хорошо, двигаемся дальше. Риски этапа в контексте командного духа, поскольку у нас же все-таки воркшоп по поводу командного духа, да, какие могут быть риски на этом этапе? Вы приходите в проект. Даже если вам говорят, что это очень стабильный, гарантированный проект, вы все равно, мы все люди, да, в нашей ситуации, в Украине сейчас, мы все равно не всегда знаем, что произойдет завтра, верно? То есть неизвестность, она у нас сейчас там просто вот рядом, регулярно, постоянно, в каких бы проектах мы ни были. Неуверенность, или вот здесь был комментарий, или наоборот, чрезмерная уверенность, эйфория, да, что либо мы сможем ли мы неуверенность, или мы точно сможем, погодите, мы еще покажем, как мы сможем. Да, вот риски командного духа, да, некоторая такая неопределенность или сверхчрезмерная такая уверенность. Что делать в этой ситуации? Кстати говоря, может кто-то добавит из опыта, какие еще риски есть на этом этапе? Окей, ну раз. Ага, ну тут еще вот по притирке сложно говорить, да, мы же все-таки вот только начинаем, но уже может быть там, допустим, я поставила грязную чашку вам на стол, да, и вы как бы решили, да, испортила сразу же впечатление о себе, да, абсолютно реальные вещи. Да, пожалуйста. Не совпадение цели, ну вот это уже задача отбора в команду, да, пред тем, как мы, но это реальная ситуация, если плохо был осуществлен подбор, то лучше его исправить на этом этапе, потому что как только мы перейдем на следующий этап, будет беда. Сейчас мы как раз к этой беде подойдем, поэтому я более подробно расскажу. Что делать на этом этапе, вам как лидерам? Во-первых, как ни странно, заложить фундамент для ритуалов и традиций. Заложить фундамент, это не значит фактически их проводить. Это пока понятно, да, но заложить фундамент, что мы можем, да, какие-то ритуалы осуществлять, это может быть связано с формальными мероприятиями, это может быть связано с тем, что вы празднуете там какое-то завершение этапа и так далее. То есть вы можете начать на этом этапе говорить о том, что объединяет и кто что любит, кто что на опыте проходил. Очень рекомендую при возможности пройти совместное командообразующее мероприятие. Очень часто путают тимбилдинг с тимпати. Скажите мне, что такое тимпати для начала, как вы понимаете. Общее празднование, пьянка, пицца. Так, еще варианты есть, кто? Шашлыки. Да, шашлыки природа. А тимпати это тимпати, да, то есть вы чего-то попраздновали, вы можете наоборот после этого не то, что не команда образоваться, а команда распасться. Да, бывают такие тимпати. А что такое тимбилдинг? Точно, когда есть какая-то задача, даже если она игровая, да, но она сделана всеми игроками команды. Еще что такое тимбилдинг, кто проходил? Общие позитивные эмоции, да, вот особенно когда победили, да, вот этот вот эмоциональный заряд на одной волне, он очень бывает важен. Еще что такое тимбилдинг? Да, вот игры, которые есть результат, есть одинаковые эмоции, может быть соревнования, но я бы, честно говоря, не рекомендовала вам игры противопоставления, то есть когда вы делите команду на команды, которые будут конкурировать друг с другом. Да, то есть желательно этого избегать. А что нам это дает и почему это здесь стоит в этом пункте? Почему важно на этом этапе пройти командообразующее мероприятие? Точно. У нас уже все, первая диагностика. Во-первых, проявляются роли, однозначно, вы не можете формально играть в игру какую-то, верно? Ну, то есть мы все равно проявляемся каким-то образом, даже если очень скромно, но вы все равно проявляетесь, да? То есть проявляются роли. Что еще проявляется? Характер в каком смысле? Ну, нюансы какие? Точно. Насколько я во взаимодействии с другими игроками? Могу быстрее сдаваться, могу наоборот упереться, могу там просто раскапывать, а давайте посмотрим, как это работает, и пока я не узнаю, мы не сдвинемся с места. Да, то есть может быть вообще там проявлено то, что вам очень пригодится в понимании того, что будет происходить с командой дальше. То есть вы начинаете на этом мероприятии наблюдать, как ведут себя игроки команды для того, чтобы понимать, как вы можете взаимодействовать дальше в реальном проекте. Идея ясна, зачем мы это делаем? То есть это не просто праздник по празднованию сбора команды. И, что немаловажно, понимать свои конкурентные преимущества. Вы через некоторое время, когда у вас начнется реальный кейс в реальных проектах, вы начнете сталкиваться с какими-то нюансами, которые не будут соответствовать вашим целям, точнее вашему видению, как должны вы достигать ваших целей команды. И вы будете думать о том, что не работает. Вот на этом этапе очень важно, может быть даже на командообразующем мероприятии поговорить, вот какие сильные стороны у кого есть. То есть буквально по завершению спросить, какие сильные стороны в команде проявились. Вот такая идея. С этим пока понятно? Я бы сделала это таким общим кругом. То есть если я могу заявить, не все могут на самом деле заявить о своей сильной стороне, то и свои, и то, что увидели, то, что проявилось. Может быть, допустим, мы с вами в паре сработали так, что вся остальная команда выиграла. Поэтому наш тандем, он может быть рабочим и дальше. Окей, хорошо. Значит, теперь то, что я бы хотела сделать для того, чтобы наш воркшоп был максимально полезным для вас. Я бы хотела, чтобы вы после каждого этапа отвечали для себя на такие вопросы. Что из этого вы уже применяете? Что вы могли бы добавить? И каким образом и когда вы будете это делать? То есть я возвращаюсь на предыдущий слайд. Вот то, что есть смысл делать на этапе, когда команда только формируется. Ну, еще можно для точного, так скажем, более точной пристрелки всего того, о чем я буду говорить, задать вам такой вопрос. Ответьте на него, пожалуйста, про себя индивидуально. А вот мы сейчас будем говорить об этапах. Подумайте, на каком этапе находится сейчас ваша команда, у кого команда есть. Окей? И тогда, если мы будем говорить о том, что делать на каждом этапе, тогда вы можете смотреть, мы сейчас на этом этапе, делаю ли я все, что есть смысл делать на этом этапе. Или на самом деле чего-то не хватает. Ну, вот такое маленькое предложение по работе. Хорошо. Как перевести команду на следующий этап? Спасибо. Вы, наверное, опыт прошли какой-то хороший раз. Все правильные ответы говорите. Итак, конечно, реальный кейс. Реальный кейс. И что происходит в реальном кейсе? Да, абсолютно точно. Мы начинаем взаимодействовать и сталкиваемся с первыми трудностями. То есть сначала все были красивые, а на втором этапе начинают становиться все умными, и начинается у нас притирка, кто умнее или красивее, может быть, тоже. Характеристика этапа этого называется бурление, шторм. На поверхность выходят разногласия и противоречия в методах и способах реализации. То есть вот когда мы в реальной жизни, то, понятное дело, нам нужно взаимодействовать. И, к примеру, я люблю, чтобы это было сделано так. Вы делали это всегда по-другому. Мы начнем сталкиваться с тем, что нам нужно будет договориться к единому, к стандарту какому-то прийти. Далее. Члены команд подвергаются осознанной или неосознанной проверке со стороны своих коллег. Это о чем вообще? Спасибо. Я буду регулярно испытывать ваши границы. Насколько далеко я могу пойти. Вплоть до того, что... Одолжи мне, пожалуйста, машину на завтра поехать на конференцию во Львов из Киева. Как вы на это отреагируете? Я на самом деле задаю это не потому, что мне машина нужна, а потому, что я смотрю, насколько вы вообще возможно продавить дальше. То есть мы будем испытывать границы тех людей, которые рядом. Более того, границы могут испытываться, как я уже сказала, осознанно или неосознанно. Осознанно – это когда я знаю, что я испытываю границы. В каких случаях это происходит? Да, проверка на вшивость. Я смотрю, вот я сейчас так поступлю, он там заложит меня кому-то, эскалирует вообще проблему куда-то или нет. А неосознанно. Когда может быть надо или я хочу чего-то избежать. Допустим, мне очень хочу делать работу, нужно остаться, овертаймить. Почему бы не передать эту задачу другому человеку, просто избегая. Но не делая это особо осознанно. Назначение команды подвергаются критике, стиль, лидерство, групповые роли, модели взаимодействия. Все может быть поставлено под сомнение. То есть вы вошли вот в этот шторминг и вас начало штормить. Значит, вот теперь возвращаясь к тому сообщению, которое, сказала, является ключевым. Нужно знать базу. Многие лидеры, особенно молодые, не понимают, что этот этап проходит любая из команд. Более того, по групповой динамике, если внутренняя система, структура команды меняется, динамика может вернуться на предыдущий этап и начаться сначала. То есть, к примеру, у вас уже работоспособная команда, вы на этапе функционирования, и вы там из разряда анекдот номер 36 смеются. То есть все понятно, все ясно, все происходит вот так. И при этом к вам приходит, к примеру, вас забирают руководителя, ставят нового руководителя. Что происходит? Сначала, ну да, как всегда, это более типичная, я бы сказала, ситуация, отторжение. То есть команда возвращается на первый этап. Им нужно познакомиться, более того, познакомиться, допустим, с вами, как вы теперь будете во взаимодействии с новым руководителем. Я вас не знаю еще, как вы будете взаимодействовать. Может, вы себя покажете с такой стороны, что я там в шоке просто буду, да? И мне придется менять свою стратегию взаимодействия. Поэтому на этом этап, этот этап проходят все команды, и мое главное сообщение на этом этапе, вы должны знать, этот этап существует, он есть, и вы его будете проходить, и не нужно его бояться, просто нужно знать, с помощью чего выводить команду из этого этапа. Этап бывает достаточно агрессивным, и если говорить о том, как он проявляется, он проявляется в разной степени. Лучше всего, если команда высказывает агрессию открыто. То есть если есть открытые конфликты, если есть открытое выяснение отношений, почему это лучше? Да, явно легче этим управлять. Вот когда вы со мной конфликтуете, да, мне очень легко, да, если вы со мной взаимодействуете. А вот те парни, которые ушли, я не могу с ними уже никак им управлять, они уже ушли. И как этот способ называется? Саботаж, да, или игнорирование. Хуже всего, когда ваши игроки команды просто молчат на этом этапе. Да, так закрылись, сидят, и вот и все. Это тоже этап агрессии, он просто проявляется в такой форме. Есть еще одна форма, которую может команда проходить этот этап. Это дружба против лидера. Может быть, когда-то сталкивались с этим. Вот, ну, не завидую точно лидеру в этой ситуации. Лидеру нужно быть достаточно умным, чтобы понимать, что делать в этой ситуации. Кто из вас сталкивался когда-либо, либо был наблюдателем, либо участником такой ситуации? Хорошо, а теперь, пожалуйста, оставьте держать те люди руки, у кого ситуация конструктивно, позитивно завершилась. Так, отлично, хорошо. Что помогло? Вот у нас пять человек подняло руки, можно? Ну, свого часу довелося прийти в команду новую, там, и стати тих лидом. И спочатку требовало, ну, меня просто перевіряли, довелося показувати свои знания, в какой-то момент честно говорите, что я не знаю, и вникать, то есть, открытись, напевно, что помогла. Что у нас еще поднимало руку? Что, все? Соглашусь, да. Очень помогает честность, открытость, вообще готовность лидера к диалогу и способность его, то, что называется, пристройка, пристроиться к команде, как бы согласиться с какими-то ее доводами и показать свою позицию. У нас был прецедент в компании, тоже человек вышел на новую роль для себя в команде, команда привыкла к старому лидеру, не очень хотела нового лидера. Человек сделал очень простую вещь, он провел презентацию о себе, то есть, не ждал, пока команда начнет его проверять. Он собрал всех, ну, естественно, затем были разговоры с каждым человеком по отдельности, по выяснению целей, там, ценностей. И то, что он сделал, он рассказал о себе, что он может, что он умеет, кто он такой и так далее. То есть, это сэкономило путь, когда команда начинает во все места тыкать, а тут он как, а тут он как, а тут он как. И, соответственно, более эффективно вы уже можете этот этап проходить и работать. Поэтому характеристика этапа бывает разная. Вы должны понимать, что она может проявляться в разной форме, и, кстати говоря, это только из опыта. Значит, задача этапа притереться, притирка происходит. Это как в семье. Пока мы встречаемся, все мило, мы очень приятно друг другу, смотрим только на то, что хорошо у нас, а потом начинаем вместе жить. Что начинается? Что-что? Да, да, быт, быт, да. Да, и вы понимаете, что не все так красиво, да, как было на первом этапе. Так вот, ну, это не очень красивый этап, но его мы все проходим. Понять слабые места в командном взаимодействии, да, то есть сразу проявятся все тонкие места, которые у вас в игровой ситуации не проявились, знакомств не проявились, где люди хотели быть хорошенькими, а тут реальный кейс, все, пошла жара, проявляемся как можем. И мы на этом этапе узнаем уникальные, замечу, как позитивные, так и негативные особенности игроков команды. Понимаете, о чем я? Понимаете? Хорошо. Итак, какие риски? Риск, опять-таки, это вот на основе опыта такого огромного, когда кто-либо из игроков не действует в соответствии с целью. Вот пример буквально недельного тренинга назад. Когда мы проводим тренинги по лидерству командообразования, вот все то, что я вам сейчас рассказываю в течение этого часа, у нас два дня формируется команда из менеджеров, и мы предлагаем этой команде стать командой за эти два дня. Ну, то есть она приходит в группу, это менеджеры одного уровня, они выбирают быть или не быть командой, и мы проводим их по всем этим этапам динамики группы. И вот в играх, которые есть на этом тренинге, очень часто проявляется вот эта модель, когда человек говорит, ну, у нас все так классно, у нас такая классная команда, мы так хорошо двигаемся, ну, давай-ка я что-то сделаю такое, чтобы поинтереснее было. Да, есть такая хорошая фраза, что когда все идет хорошо, обязательно найдется кто-то, кто сделал что-нибудь не то, и все испортит. Да, вот это из этого разряда. А есть еще такой момент, он связан с таким подростковым достаточно типом поведения, уйдем чуть в психологию, когда человек ведет себя как подросток. А как ведет себя подросток в плане ответственности? Не берется, противопоставляется? Перекидывается? Каким образом? Так, еще. Да. Нет, да, абсолютно точно. Я же могу, да, почему? Вынесите ответственность дальше за меня. Еще эта модель называется, ну-ка я сделаю что-нибудь, папа с мамой все равно разберутся. И часто наблюдаю такую картину. Вот человек демонстрирует при менеджере поведение или действие, которое не соответствует цели проекта или команды. И когда к нему подходишь и спрашиваешь, а зачем ты это делаешь? Ты же сейчас свой имидж там даже перед своим менеджером портишь. Он говорит, а что? Вот я такой. То есть вот здесь вот я такой, это на самом деле будет критическим риском в ваших командах. Я такой, ты можешь быть, ну там, в своей жизни, которую ты хочешь. Когда ты идешь работать и вступаешь в команду, у тебя есть определенное обязательство или цель, которая есть. И если ты идешь в другую сторону от цели, есть еще такая штука, как динамика группы. Вот представьте себе, у вас команда, кто-то пашет, а кто-то постоянно… Да, хорошее слово, спасибо. Отлынивает. Что делают те, кто пашут с этим, который отлынивает? Так, пашут дальше. Еще варианты есть? Злятся. Хорошо. Первый этап – злятся. Второй этап. Теряет собственный интерес, потому что если лидер относится к тем, кто отлынивает точно так же, к тем, кто работает, то какой смысл хорошо работать? Мотивация падает и… могут игнорировать, а если это командная игра, то они могут вообще-то сделать все так, чтобы он вообще ушел из команды. Есть очень много разных способов и реальных примеров, как это делается. Кто знает, о чем я говорю? Окей. Времени нет на это. Итак, далее. Какой еще риск? Чувства людей не всегда выражены конструктивно. Допустим, вы что-то сделали, я в ярости. Вот я просто в ярости. И есть люди, которые испытывают ярость, и у них разница между испытыванием эмоции и действием, ну нет. Они сразу же там испытываю ярость, сразу же ее демонстрируют. У нас есть такой мозг рептилийный, который отвечает за «бей, беги, замри». Чаще всего это «бей». И важно научить здесь людей, выражать свои эмоции конструктивно. То есть я могу испытывать агрессию, злость, ярость, но я должна понимать, передо мной живые люди, я должна уметь выразить эту злость и ярость конструктивно, так, чтобы это способствовало результату команды. Этому нужно учиться. Этому посвящена тема «ассертивное поведение». Поэтому у кого из вас были такие проблемы или есть потенциал для таких проблем, я вам рекомендую эту тему как-то для себя изучить. Наберете книжечки, если по этому поводу определенные. То есть как выражать свои мысли конструктивно, как выражать, извините, свои эмоции конструктивно. Я выражаю свою ярость, я чувствую ярость, но выразить я могу ее конструктивно. Например, сказав о том, что я тебя очень прошу, в следующий раз, когда у нас будет дейли-митинг, не перебивай меня. Потому что когда ты там перебиваешь, я теряю свою мысль. Точка. Да можем мы об этом с тобой договориться? Можем. Идея ясна? Окей, дальше. Что делать на этом этапе? Лидеру приходится быть профессионалом в очень многих областях. И хорошая компетенция – это быть модератором в конфликтах. Вам нужно уметь управлять конфликтами в команде и извлекать из них очень мощный ресурс. Это мастерство, и это вам как бы такое напутствие на дальше в плане того, как можно развивать свои компетенции. Обеспечивать обмен мнениями, но придерживаясь жесткой линии конструктива. На этом этапе очень часто в команде возникает очень много критики. Понимаете, да, о чем я говорю? Критика, она полезна, но примите для себя такое правило. Критикую и предлагай. То есть ты можешь критиковать, допустим, на вашем стендапе, но ты должен, критикую, сразу же сделать предложение по тому, как ты считаешь, это должно быть сделано. Потому что обидеть художника может каждый. Вы попробуйте сделать, как этот художник. Верно? Да, поэтому правило критикую и предлагай. Регулярно подводить промежуточные итоги. Мы чаще всего проводим, что не сделано, обращайте внимание, особенно на этом этапе, это критически важно, потому что когда много конфликтов или много скрытых конфликтов в команде, команда начинает думать, что не очень-то у нас все хорошо. И мозг, у него такая модель мышления есть, он ищет аргументы под то, что он думает, что правильно. Поэтому если ваши командные игроки решили, что у нас все плохо, они будут искать аргументы под это. Поэтому задача тут переключать постоянно внимание, что у нас есть то, с чем мы можем работать на этом этапе, и у нас есть очень позитивные результаты. Праздновать маленькие победы, это сюда же, к ритуалам и мероприятиям различным командам, и оценивать и прорабатывать текущие риски или возникающие трудности. Значит, на этом этапе очень важно себя настроить, быть гибким в этом отношении, настроить себя на то, что трудности будут, и я справляюсь с ними по мере их возникновения. Вот такой этап надо пройти. То есть не паниковать, что вы там неуспешный лидер, что у вас команда не та, и о господи, как кого набрали, а просто принять тот факт, что вот это есть, оно будет, и вам с этим нужно справляться. Поэтапно, постепенно. Как перевести команду на следующий этап? Золотой совет. Просто золотой, ценой многих команд создан. Создайте правила. Когда вы разруливаете конфликты, будучи модераторами, просто создайте правила, которые позволят вам избежать дальнейшим ситуаций. Вот очень ценный совет, я обращаю ваше внимание, вы, конечно, можете там услышать, не услышать, но если вы уйдете хотя бы с этим, одним советом с этой презентацией, я уверена, что многих конфликтов в ваших командах вы сможете избежать. Некоторые правила для создания правил. Правила формируются в зависимости от цели команды. Значит, что такое правило? У вас не должно быть, в принципе, никаких формальных правил. Формальные правила здесь не годятся, мы о них, в принципе, не говорим, иначе ценность самого правила, она будет уничтожена. Правила формируются либо от, либо к. Ну, например, мы говорим там, если мы говорим о смарте, мы стараемся так, чтобы цели всегда были сформулированы позитивным языком. Позитивный язык – это не оптимистичный язык, а позитивный – это значит то, чего мы хотим, а не то, чего мы не хотим. От или к правила, допустим, чего не надо делать. То есть в правилах мы используем негативный язык, мы используем частичку «не», допустим, нельзя опаздывать на митинг с клиентом. Да, то есть мы не можем, можем в этом, конечно, смысле сказать, приходить вовремя на митинг с клиентом. Но есть некоторые правила, ну, как не курить, чем заменить, быть здоровым, но не всегда одно и то же, смысл потеряется. Поэтому не будете создавать правил «нет» в вашей коммуникации, в вашем взаимодействии. Ну и, соответственно, правило Ки уже привело пример. И, что немаловажно, очень часто на этом этапе мы склоняемся к тому, что правила звучат формально, и мы не понимаем, когда правила нарушаются. Например, стандартнейшее, такое классическое правило, нам нужно уважать друг друга. Вот о чем, как я узнаю, что я уважаю другого человека, не очень понятно. Вам понятно? Понятно? Не очень понятно, да? Ну, просто только вот один человек, один у меня участник активно реагирует. Поэтому сделайте правила абсолютно четкими. При каких условиях конкретных человек должен понимать, он нарушает правила. Следующее. Переходим в нормирующую стадию. Вот теперь представьте себе, вы перевели вашу команду, то есть еще раз акцентирую ваше внимание, вот именно на переходе с конфликтующей стадии, с шторминга на нормирующую стадию. Когда вы на конфликтующей стадии, вы все равно все окажетесь там в различное время, а у вас команда может вернуться на эту стадию. Как только вы почувствовали, что вы на этой стадии, задача пересмотреть правила, создать правила, благодаря которым команда может нормально функционировать, соблюдая их. Создали правила, перевели на следующую стадию. И следующая стадия у нас какая? Характеристики этапа. Называется рабочая работоспособность. Установление норм и процедур в работе. Все уже, вы четко все оговорили, уже все понимаете, от чего от кого ожидать. Формируете механизм принятия решений контроля обратной связи. Они были сформированы на этапе формирования, но благодаря тому, что вы прошли сейчас притирку, они могут трансформироваться. Задача их пересмотреть и некоторые вещи переделать. Задача этого этапа обеспечить, ключевое слово, неформальное работающее взаимодействие. То есть вы должны понимать, что люди не с потерянной мотивацией работают, а что они действительно соблюдают правила, и они работают как командные игроки. Работают на больший результат, чем рабочая группа. Выработка доверия к принимаемым правилам. Это возможно только тогда, когда правила неформальные. Сохранение работоспособности и духа команды. Тоже мне рассказывали такую историю. КМБШ собрали топ-менеджмент и пригласили оркестр. Задача каждого из топ-менеджеров, который сидел в зале, было проруководить оркестром от начала до конца исполнения мелодии. Понятно, что делать нужно было. Каждый выходил и пробовал управлять оркестром. Самое интересное было в резюмировании, когда топ-менеджеров спросили, скажите, пожалуйста, что было самым трудным в управлении оркестром? Как вы думаете, ваши версии? Не мешать? Что? Не махать руками. Выйти на сцену для некоторых. А, успевать за оркестром. Так, тоже вариант. Поддерживать темп. Самым тяжелым оказалось поддерживать работоспособный темп. Тот темп, который приемлем. Кто сталкивался с музыкой, вы знаете, что произведение чаще всего в одном темпе, и дирижер для этого и создан, для того, чтобы этот темп поддерживать. Поэтому сохранение работоспособности и духа команды это стабилизация вот этой нормирующей стадии. И за это отвечает лидер. И очень важно иметь механизмы, чтобы это делать. Все должно работать. Все ваши правила должны трансформироваться во благо цели вашего проекта или вашей команды. Вы должны реагировать, быть гибким в отношении любых конфликтов, мини-конфликтов, которые происходят в команде, вырабатывая новые правила. То есть вы просто держите руку на пульсе, четко осуществляя все базовые вещи, которые должны быть. Я сказала с самого начала, база важна, базовые вещи важны, вот вы их и должны поддерживать. Ну и ритмичная работа в режиме экономии ресурсов здесь имеется в виду что? У вас могут быть там такие вопросы по поводу этого пункта. Здесь имеется в виду что? Сначала, когда мы начинаем проект, да, у нас очень много энергии, мы очень много энергии тратим на какие-то задачи. Хороший руководитель владеет, сейчас идея пришла, ресурсами. Кто из вас знает, какие ресурсами владеет руководитель? Вот вы же кто? А, время, деньги, материальные, человеческие ресурсы. Хорошо, а вот хорошо, представьте себе, ну у каждого из нас же есть холодильник, и в каждом из холодильников есть ресурсы. Но каждый из нас питается по-разному. Это от чего зависит? Решение, что вы имеете в виду? Ну решение, да, но у нас уже есть ресурсы. Еще варианты? Комбинация, а вот эта комбинация от кого зависит? От кого? От унера, да, от дирижера, от унера, да, мы так в метафорах чуть запутались, от унера холодильника, да, то есть я собственник холодильника, от того, как я управляю ресурсами, которые есть в моем холодильнике, да, так вот я и питаюсь. Да, у кого-то этот ресурс совершенно пропадает. Верно? Да, нет? Вот здесь та же самая ситуация. У вас есть ресурс команды, и некоторые лидеры создают очень мощные результаты, очень маленькими командами, ну оптимально, а некоторые лидеры просто тратят ресурсы. Поэтому вопрос не в том, что вы все владеете какими-то ресурсами, всегда разница будет в том, как вы управляете теми ресурсами, которые у вас есть. Поэтому задача учиться управлять теми ресурсами, которые есть. Поэтому у вас, мы сейчас говорим о ресурсе как команда, ваша задача научиться управлять этим ресурсом оптимально. Оптимально это создавать наивысшие результаты с минимальными вложениями. Вот эта идея последней строчки понятна? Окей, хорошо. И поиск нестандартных решений для достижения цели. Это очень тесно пересекается с предыдущим пунктом, потому что когда команда в нормировании, все работает. Вот тут как раз задача уже смотреть на то, какие нестандартные решения мы можем привнести, которые сделают нашу команду там лучше, уникальнее по сравнению с другими командами, которые находятся с нами же на этом же уровне. Какие риски этого этапа? Лидер начинает или команда расслабляться, и вы начинаете формализировать правила, или игнорировать те правила, которые есть, или не уважать те правила, которые были приняты. Ну не уважать и игнорировать, игнорировать вообще не выполнять, не уважать, это значит искажать их, делать каким-то другим образом. Недоверие к правилам благодаря этому формируется. Что нужно делать? Направлять все личные устремления, критическую обратную связь, конструктивное русло. Допустим, кто-то начал уже эти правила формализировать, вам приходит человек и говорит, разве это работает? Вот как ты думаешь? Вот у нас такое в команде происходит, ты ничего не делаешь. Окей, вы выслушали, разобрали с этим человеком, как, что ты предлагаешь, помните, критику я предлагаю. Разобрали твои предложения, что мы можем сделать. Хорошо, следующий там митинг с командой, сразу же обговариваете та проблема, которая у вас, с которой вы столкнулись. Не игнорировать мелочи. Вообще, мелочи, это критическая проблема у нас. Вот нам кажется, что это мелочь, можно это проехать, пропустить, а потом эта мелочь развивается очень сильно. К примеру, у вас конфликт между вашими двумя игроками команды, вы думаете, ничего, ребята сами разберутся, взрослые. Да, кто разбирался так, что не оставалось ни одного? Есть прецеденты? Вот часто так бывает, если вы пропускаете этот момент. Поэтому на корне прямо вы можете, по крайней мере, отслеживать, не вмешиваясь, если вам это некомфортно, но, по крайней мере, держать все время на контроле, что происходит в этой ситуации. Как перевести команду на следующий этап нормирования? Значит, здесь вот такая вот история. Есть этап проекта, вы соблюдали правила, у вас что-то получилось, не получилось, проанализировали, откорректировали правила взаимодействия, опять, следующий кейс пошли. И таким образом, до тех пор, пока анекдот номер 36, все смеются. Вот только так это и работает, вот капля за каплей. Итак, и последняя стадия, исполнительная стадия, характеристики команды объединенной, может эффективно работать, то есть вот тут уже, когда мы все прекрасно понимаем, задача этапа поддерживать эту работоспособность, своевременно предоставлять фидбэк, очень важный аспект, и уметь его правильно предоставлять. По этому поводу отдельная тема, нужно понимать и знать. Значит, риски этого этапа скучно. Вот это беда, потому что, если вы в этот момент не поддерживаете ваших людей в их развитии, мотивации, в интересе, в каких-то нестандартных решениях, то из-за того, что им скучно, могут быть предприняты разные действия, вплоть до того, что человек будет искать элементарно другую команду, в которой есть лидер, который бросает вызовы, в котором интересно и так далее. Поэтому риск этого этапа, когда все уже в порядке, не с чем бороться, не с кем бороться, все работает, а нужно. Нет проблем и нет жизни. Поэтому люди начинают искать проблему. Ну и что делать? Вот что делать? У меня очень большой список. Ой. Обсуждать с членами команды предложения по улучшению деятельности, помнить о целях, искать нестандартные методы решения, развивать ваших игроков. И, обращая ваше внимание на последний пункт, о котором мы не говорили, защищать свои команды. Защищать это в таком сбалансированно полезном смысле. Потому что, если ваша команда работает хорошо, то, что происходит часто с вашей командой? Да. Ну, вот как и с людьми, которые работают хорошо. Поэтому здесь вопрос еще в том, что команда сейчас работает хорошо в пределах этой нагрузки, в пределах этих границ. Поэтому вам, как лидеру, приходится постоянно границы отслеживать, насколько они могут расширяться, так, чтобы это не влияло на эффективность работы команды. Поэтому защищать сбалансированно, конструктивно. Можете взять, будьте командой номер один в каком-то направлении. Но следите за тем, чтобы не было перекоса, перебаланса уже. Ну и последний этап – это стадия перемены или расставания, когда проект завершается или ухудшает победа, поражение, может быть. Обычно характеризуется распуском или формированием команды и постановкой новых задач. Задачи этапа – если есть команда, которая хорошо себя показала, или если, допустим, клиент закрыл проект, у нас такое тоже бывает, когда нам нужно каким-то образом ресурс распределить, очень важно, чтобы вы грамотно распределяли ресурс. Потому что вы очень хорошо знаете этих людей. Задача – это эту энергию, которая у вас была, вы знаете, что это за энергия, трансформировать в такое позитивное, новое русло. Риски этапа, опять-таки, те же, которые мы с вами рассматривали в этапе формирования неизвестности, неуверенности. И что делать на этом этапе? Говорить правду людям, не держа их в неопределенности. Если вы не знаете, так и говорить. Пока я не знаю. Вот ситуация на сегодняшний день, на сегодняшний день это так и есть, это часто произносимая фраза, на сегодняшний день я знаю вот только это. Изменится ситуация, я тебе сообщу, будем двигаться дальше. Вот как бы такая идея. Вот. Ну, я практически завершила и по времени, и по своему времени, и по презентации. Давайте так, три вопроса. Может быть, я пропустил? Заранее прошу прощения, потому что пришел позже. Есть такая тема, как скрытые ожидания от сотрудников, от членов команды. Как вы эту тему рекомендуете разруливать, на каком этапе? Значит, разруливаем очень быстро, стараемся. То есть, все, что можно сделать просто, нужно делать просто. Некоторые вещи нужно делать просто, но постепенно. К примеру, вы можете такое вот на темпате собрать и, ну, просто поговорить о том, какие есть ожидания друг от друга. Да, вот что бы я хотел, что бы ты делал и так далее. Заранее, единственное, что, проговорив, что наши ожидания, это не значит, что тебе сразу нужно это делать. Давайте мы там поставим на паузу, подумаем об этом. Для лидера есть такой навык хороший, общечеловеческий, который рекомендую вам развивать, наблюдение. Потому что, в принципе, люди всегда показывают, что они хотят. Просто важно это заметить. Ну, вот, например, я же все время показывала, что я хочу, чтобы вы там больше взаимодействовали. Да, я это демонстрирую. Но я это демонстрирую осознанно. Мы неосознанно тоже демонстрируем все, что мы хотим. Просто важно это увидеть и заметить. Поэтому, чем быстрее вы это выясните, тем лучше. Любое ожидание не реализовано, это всегда разочарование. Второй вопрос. Спасибо за доклад. Специфика IT-компании сейчас очень… Такова, что большинство команд разрозненных, находящихся там на расстоянии. Меняются ли как-то правила, я не знаю, какие-то кейсы к действию, потому что зачастую не то, что тимбилдинг, тимпати невозможно произвести, не видно конфликтов, не видно… Я поняла. Великолепный вопрос. Есть хороший рецепт, и чаще всего за него приходится отвечать лидеру. Мы знаем эту проблему с удаленными командами. Один из нормальных вариантов, это я когда просто не мешаю работе удаленной команды, а второй момент, это когда я начинаю противодействовать удаленной команде, просто потому, что они не со мной тут рядом сидят. Бывают у вас такие… Понимаете, о чем я говорю? Или они… Что они вообще там делают? Как они вообще там думают? То есть здесь первая задача есть у лидера – донести до двух команд о том, что мы одно целое. Мы это отслеживаем, то есть это проблема всех тех, кто работает с удаленными командами, когда мы начинаем разъединяться сначала в голове. Если у всех игроков есть понимание, что мы одна команда, поверьте, все будут взаимодействовать. Но часто сплошно… Вот я могу вас там разделить на две группы, вы просто потому, что у нас в менталитете заложено конкурировать, захотите кто-то быть лучше, чем другие. Вот и все. Поэтому тут вот одно разделение уже дает конкуренцию. Поэтому задача лидера доносить до игроков и отслеживать на уровне элементарных действий, писем, которые пишутся удаленным командам, а любой вот это вот негатив, противопоставление и так далее. Это первый совет, который я сразу могу дать по поводу работы с удаленными командами. Вы просто сказали, что вы нам сейчас даете какую-то базу. Можете что-то порекомендовать, куда дальше двигаться, что искать, возможно, где это искать? Я вам рекомендую, ну вот, как я уже сказала, базовый аспект, плюс пройдите обязательно какой-то тренинг по командообразованию, внутри которого вы поймете еще там некие механизмы. То, что нужно делать. Опыт – один из самых лучших учителей, то, что вам может достаться бесплатно. Вот вы работаете с командой, просто анализируйте регулярно то, что происходит. Первое – смотрите по завершению одного из этапов, что сработало в команде, какие взаимодействия эффективны, какие люди проявились. Второе – обязательно, ну вот трехшаговый механизм сейчас рассказываю. Второе – это что не работает или вот бывает такое внутреннее ощущение, но не то. Вот что-то не то происходит между там этими двумя людьми или вообще по результату, или в коммуникации с клиентом. Вот прислушайтесь к этому интуитивно. Я понимаю, что войти и сказать прислушайтесь интуитивно – это тоже там большой риск, да. Ну вот правда прислушайтесь. Если вы чувствуете что-то не то, но оно неизмеримо, но оно все равно есть, поэтому просто исследуйте это. И третье – примите решение. Вот этот третий шаг мы забываем. Мы любим анализировать, да, ну у нас как бы стратегия мышления такая, да, но мы не присваиваем то, что мы анализируем. Поэтому третий пункт крайне важен. Распланируйте минимум там 2-3 шага по тому, чтобы этот анализ адаптировать в жизнь. Потому что если вы ничего не делаете, ваш анализ, он остается с вами и никак не влияет на команду. Поэтому просто начните действовать. Ситуация начнет меняться, потому что вы произведете какое-то одно изменение, ситуация в команде начнет меняться. Смотрите дальше что. Таким образом, саморефлексией, вы научитесь очень мощным вещам, с реальной командой, не по учебникам. По учебнике знать надо, но реальная команда бывает сложнее, чем любая книжка. Хорошо. Я, во-первых, хочу поблагодарить организаторов конференции. Я прочитала, что позиционирование, да, компании. Мы профессиональные и чудесные люди. Команда может состояться, когда все люди, что ли, попадают в свою стаю. Поэтому завершить свое выступление, я хочу такой маленькой истории. Генерал приезжает к десантным войскам смотреть десантников. Подходит к каждому десантнику и задает вопросы. Ну, такая коммуникация с подчиненными. И он подходит к первому десантнику и говорит, ну, говорит, тебе нравится то, что ты делаешь? Ну, десантник такой, самое лучшее переживание в моей жизни. Подходит ко второму. Говорит, ну, а тебе нравится? Говорит, да, конечно, очень круто. Подходит к третьему и спрашивает, ну, а тебе нравится прыгать? Третий такой, нет. Говорит, так а что ты тут делаешь? На что третий говорит, да мне просто нравится быть среди тех парней, которым нравится прыгать. Поэтому я вам желаю создавать такие команды, в которых бы стремились люди попасть. Мне кажется, что это очень мощное мастерство и очень большое достижение. Удачи вам в этом и, я надеюсь, до новых встреч. Спасибо.